каждая мать мученица а прежде всего мать христианина почему потому что она день и ночь неустанно печется и страдает о телесном и духовном здравии своих детей в этой своей непрестанной заботе на каждый день умирает за своих детей это истина нашего земного мира истина которой удивляются небожители ибо если есть что на земле чему девица ангелы небесные так это добрая христианка добрая мать добрая жена нет ничего более тяжелого и ответственного в нашем земном мире нежели служение матери христианки почему потому что ее главная обязанность это приготовить детей своих к бессмертию и вечной жизни если она приготовила их к этому то тем самым она и себя приготовила к небесному раю а если не приготовила их то ее душа свергнется преисподнюю где вечный плач искрежет зубов как добрая мать христианка приготовляет детей своих к бессмертию и вечной жизни научая и воодушевляя их жить по христову евангелию ибо в христовом евангелии все бессмертно и вечно а это усопшая истинная христианка делала это всю жизнь детей своих учила евангелию евангелием воодушевляла по евангелию воспитывала по евангелию растила вот перед нами истинная воспитательница ибо только истинная христианка истинная воспитательница приходящим земном мире христианская мать единая истинная воспитательница ибо детям своим она дала бессмертие и вечность да ибо детей своих научила вечной и бессмертной евангельской истине вечной и бессмертной евангельской правде доброте, молитве, кротости, смирению, надежде. А это то, что детям уготавляет бессмертие и вечность. Такое воспитание поистине вечно, ибо этим и ради этого люди и живут и в этом земном, и в том небесном мире. Разве истиной Христовой не живут и ангелы на небе, и люди на земле? Разве любовью Христовой и молитвой не живут и святители на небе, и христиане на земле? Дорогие дети, дорогой покойницы, храните в себе бессмертие, которое ваша мать насадила в вашей душе. Взращивайте его, заботьтесь о нем, ибо только заботой оно стоит и заботой совершенствуется. И все бессмертное в вас выстоит, укрепится, если живете и будете жить по-евангельски, если будете жить евангельским добром, истиной и правдой. А если оставите евангельскую истину, евангельское добро, евангельскую правду, то потеряете бессмертие, которое вам ваша достохвальная мать оставила. И не удостоитесь вы видеть в онном мире блаженную бессмертную душу своей предивной, достойной всякого подражания матери, когда придет час оставить этот мир. Эта добрая мать, эта добрая христианка, отходящая ныне в небесный мир, пример самопожертвования. Смотрите, не умирала ли она каждый день за детей своих, не жертвовала ли собой день и ночь непрестанно, чтобы только было им добро, их душе, их бессмертию. И вы, дети, сослужите достойную службу своей незабвенной матери и воздадите ей должное, если каждый день будете воскрешать в душе своей воспоминания о ней, молитвы за нее, любовь и почтение. Братья и сестры, пока Господь Иисус Христос не явился в нашем земном мире со своим святым Евангелием, мы, люди, не знали, ничто есть добро, ничто есть зло, ничто есть истина, ничто есть ложь, ничто есть правда, ничто есть неправда. А что самое главное, мы не знали, ничто есть добрый муж, ничто есть добрая жена. Только от Господа Иисуса Христа мы узнали все это. Добро – это только то, что приходит от Христа и приводит ко Христу. А что есть добрый муж? Только Христов муж – добрый муж. Другими словами, только христианин – это поистине добрый муж и истинный муж. И только христианка – это поистине добрая жена и истинная жена. Почему это? Потому что только Христово добро неприходящее, бессмертное и вечное. Что только Христова истина неприходящая, бессмертная и вечная. Что только Христова правда неприходящая, бессмертная и вечная. Поэтому и добро этой усопшей христианки бессмертно и вечно. Поэтому и истина ее бессмертна и вечно. И правда ее бессмертна и вечно. Да, вот ее добро, ее истина, ее правда. В детях ее. Это вечно и бессмертно и в ней, и в ее детях. Поэтому, дорогие братья и сестры, это добродетельная покойница, пример доброй христианки. А это значит единственной поистине доброй жены в нашем земном мире. Ибо что есть добрая христианка? Добрая христианка – это жена, которая денно и ношно воплощает в своей жизни евангельское добро, евангельскую истину, евангельскую правду. Нет такого зла, которое она не может одолеть своим добром. Нет такой лжи, которую она не может развеять своей истиной. Нет такой неправды, которой она не может воспротивиться своей правдой. Она за оскорбление воздает не оскорблением, а прощением. За зло воздает не злом, а добром. На ненависть отвечает не ненавистью, а любовью. Против всякого человеческого зла она выводит божественное добро и так всегда одерживает победу Христом. Нет сомнений, братья и сестры, сейчас ангелы небесные с радостью встречают эту дивную мать в горнем мире и вводят ее в Царство Небесное, которого, да и нас, всемилостивый Господь, удостоит молитвами этой усопшей доброй христианки. Аминь. Источник преподобный Иустин Попович на богочеловеческом пути. Проповедь на отпевании доброй христианки.